всем привет с вами нюнка и в этом видео речь пойдет о стамине night blade клинок ночи в стамине это вот тот гайд который недавно выкладывал я его обновил основывая скажем так данными по тестам на мана nb который вот я только что выпустил получается выпускаю видео она сейчас должна загрузиться как раз таки вот там мне поинтереснее понравилась сборка здесь соответственно я тоже передел билд зеркальный но подстрой под стамином то есть там под ману night blade и здесь под стамин night blade очень подходит по стилистике игры данного класса далеко понятно что там не будем говорить что насколько хорош данный билд в плане лучше он не лучше он мне вот очень понравилось потому что он прямо черпает практически все возможности заложены скажем так в этот класс именно его инвиз именно вот этот постоянных раз резкие выпады и так далее постоянный кай то есть то что бесит большинство игроков именно встречая клинка ночи опять же не будет в этом видео сейчас подтверждение каких-то там бэгэшик там сиродила и прочего тем более под сиродил данный сет сет не подходит тому что вы сами знаете там пророки запрещены вот что будет завтра получается у нас 22 апреля в четверг я планирую запустить стрим ориентировочно в 930 в 10 часов по мск все желающие кому интересен night blade там данной сборки вообще данная сборка интересно можно чисто теоретически прийти ну и практически естественно подсоединиться на стрим вот будем тестировать данный билд приходите сами в дружной обстановке пообщаемся разберем механики все расскажу покажу в дуэлях в общем на практике все это будем тестировать смотреть прочее теперь посмотрим по изменениям какие скажем так я сюда внес сетап один в один как на мана н.б. то есть это будет очень удобно для тех кого есть мана класс кастамина класс потому что билд очень друг на друга похож соответственно играть будет принципе комфортно и там и там кнопки одни и те же и так далее естественно мы берем опять же зан так зан я не морфнул на трехстатку но должна быть трехстатка максимальный запас сил забыл я поставить трехстатку должна быть трехстатка в данном случае у нас средний зан используем для защиты для нападения соответственно если когда нападаем использую в качестве бурста если вдруг нас кто-то прессингует соответственно тот же луч будет работать нам в качестве защиты от него обычно пытаются уйти и нам как раз таки это надо то есть подпускать себе близко нам не советует скажем так также я играю получается через первую панель скажем так основную механическая точность то есть это дает нам на пять секунд сто процентов шанс крита я играю через двуручный топор на остроту зачарка сейчас стоит на электричество но лучше ставить на урон обливин то есть данный билд и так способен поражать не толстых игроков то есть бурста хватает самые большие сложности у нас будут именно с ребятами которые покрепче потолще соответственно урон обливин игнорируя броню как бы даст нам максимальный эффект здесь я просто черту не поменял но лучше брать ее что-то эффект которым получим с электрического урона мы получим другого скилла поэтому нет необходимости он одет меня через двуруч через ботинки трехстатки на кувырок удобство пояс то же самое и соответственно наручи также я в этот билд добавил кольцо дикой охоты на случай на насыщенный сила оружия можно поставить трехстатку сила оружия опять же очень не хватает подвижности то есть бэть играя через тень ему максимально нужно быть подвижным много быстро двигаться и так далее все это все не происходит по большей части поэтому кольцо дикой охоты но оптимальный вариант мне он очень понравился поэтому будем играть через него соответственно раз я поставил сюда дикую охоту пришлось что-то разобрать ну разобрал в данном случае а лук санктуаре вот и играем мы соответственно второй бил второй сет нас это неиссякаемые силы один в один как на мани нб раз неиссякаемых сил на прочность то было побольше защиты так или иначе тяжелая броня в нашем случае имеет место быть по ножи получается наши тоже ты прочность трехстатка через две бижутерии амулет неиссякаемых сил три единственное всего оружие и кольцо и единство сила оружия и также мы из этой Intro у нас собрано получается четыре предмета и мы играем соответственно иссякаемых силы на 2 панели потому что большую часть времени мы находимся именно на той панели на второй соответственно не мы heat anes paula и риги немцы и прочее прочее соответственно лук у нас на спасение чтобы получше отхиливаться зачарка идет на физерон плюс ребенок стамины можно поставить что-то более интересное если хотите то есть вариантов тут полно по сути выбирать что хотите грамотно умеете играть можете поставить infuse там силу оружия да и соответственно в бурсте это все еще лучше будет у вас получаться но опять же нужно это слишком много контроля как бы я на такое не готов там форта будет реально не так много поэтому в данном случае я поставил самое простое что есть соответственно большая часть мы находимся на этой панели соответственно двигаемся на улице быстро как в тени так наши кувырки все это довольно таки очень быстро происходит удобно удобно хорошо поехали по чемпионки чемпионку синюю один в один как у мага как у мана nb верный прицел до получения прямого урона соответственно крит спину в бочину просто крит и от пор дуэлянта один взял для защиты можно поставить что-то другое что трудяйте капитан тут уже на ваш выбор соответственно максимальный запас маги максимальный запас стамины просто наличие крита чтобы была пассивка для отхила потому что шанс критавлея так и на отхил здесь я выбрал соответственно пробитие моего мастерство и могущество так здесь получается я взял восстановление защита от физ атаки защита от мака таким то есть стандартно соответственно немножко закинул благословения могу немножко наоборот здесь побольше соответственно хватает у меня на скила так здесь мы получается закончили красную ветку идем здесь у нас бесконечная живучесть макс хп железная полочка чуть больше защиты соответственно ставление реген по 150 и регена вот защита на 10 процентов от изменить получаем урона а после контроля также для нас очень важно это освобождение чтоб меньше тратить стамины прикучить тоже очень важно хп то есть вот вот эта ветка получается стойкость и проницательный взгляд чтобы видеть соперника в тени очень важная нужная вещь соответственно дальше по спринту немножко ну и блок это уже просто излишки скажем так то же самое не забудьте зеленые ветки вкачать вот эту с глаз долой это поможет нам прятаться компенсировать скажем так красную ветку вот данный данный скил проницательный взгляд на пассивку так примерно здесь все давайте по перейдем к c нам случае у меня все в запас сил можно больше хп добавить или в ману зависит от того как вам будет комфортно здесь я играю через камень змей на стамину опять же можно поставить тень на силу крита чтобы увеличить силу нашего бурста то есть это ситуативно насколько вам хватает стамины на стаминщиках я играю уже поставил по этому стамину чуть больше иметь скажем сон sustain но можно говорить все покомфортно себя чувствуете играйте пожалуйста через урон то что состояние на стамин и так достаточно мы здесь его еще получаем за счет оборотня то есть мы являемся оборотнем за счет того чтобы получить ульту то есть вот у меня допустим есть общая вербульф она не вкачана чисто ульту мы составим на панель мы получаем неспособность выбранного становления вашего запаса сил увеличить процентов то есть то есть пассивно 15 процентов получаем полезно полезно окей поехали дальше по скиллам а панель с луком у нас это стоит на пассивку у нас есть нас быстрый клич наш от хилк также для контроля мы используем яростный обстрел в морфе который обездвиживает и замедляет позволяет нам кайтить врагов скажем так немножко хорастить и так далее подвешивать их также это проникающая метка бесплатный скилл очень помогает особенно в бою с нбшками то есть мы его можем кидать как из тени так и ночью пкд соответственно мы не даем нбшкам прятаться в тени будем всегда видеть надо прям кидать пкд ну то есть постоянно это так и его это так и его иногда яростно обстрел то есть все в скупе вот эти три скилла то есть два скилла и плюс слайд атаки дает очень интересный нам такой харасс и контроль дальше у меня стоит теневая маскировка мы проживаем тоже практически постоянно чтобы нас враги не видели играем практически все время истине ман у нас достаточно много поэтому хватит нам много-много маскировки вот этот скилл туманное смещение с одной стороны очень хороший то есть я использовал пробовал варианты через мираж тоже аналогичный вариант езда есть ну если брать призвичный побег тон проигрывает скажем так туманному смещению потому что здесь у нас 5 лег средней брони мы получаем на 5 секунд эффект здесь мы получаем на 4 секунды но если возьмем мираж что мы получаем чуть больше защиты по сути защита нам особо не решает плюс он за ману стоит тот за стамину тут уже решать вам как бы по контролю ресурс я решил все-таки поменьше мана потому что очень хочу часто быть в тени соответственно она нам нужно много поэтому брал суда манды скилл оставил именно стаминный вариант если же вы хотите чуть больше урона соответственно открываем гильдию пси джиков и играем гонка со временем принципе аналогичный скилл также снимает дебафы дает к ним не восприимчивость и дает силу крита еще 10 процентов то есть по сути можно добавить его можно добавить тени там еще плюс 20 процентов образно говоря силы крита что увеличит нас бушт но опять же эту грюм надо понимать насколько вам это будет полезно если вы с этим отправляете у вас состояния хватает все отлично берите пользуйтесь и так далее но мне лишний проспрос проказ скажем так дается тяжело пока что опыта не так много на стамина классах чисто вариант вы можете быть как я манчиком играть через вампира не вербульфа вампира тогда мы будем получать во второй стадии вампиризма 300 spd вместо соответственно здесь данном случае регена пассивного стамины ну почему-то мне кажется что все таки вот вербульф быть покомфортнее чем больше устоять тем больше мы можем кайтить выживать так далее то есть тут уже говорю ситуативно можно и так так крутить тестировать разные варианты это говорю чтобы понять надо прямо провести довольно таки много количества дуэли там pvp и так далее думаю какой-то баланс для себя найдете в принципе вот варианты известный назвал поздно панели естественно играем с двуручком на двуручный топор нам нужно ободрение теоретически насколько я знаю если мы вербульфе прокачаем данную ветку в данную ветку теоретически насколько я понял мне сказали что его можно поставить как активный скилл то есть да и пользоваться нельзя но он нам даст пассивку то есть пока способность выбрана вы получаете эффект великой жестокость увеличить вашу силу оружия то есть соответственно мы заменим на же ободрение с другой стороны да это прикольно если вы ганкаете то есть чисто пассивка для ганка ничего лишнего выражать не надо другой стороны если мы не только ганкаем а это билд не ганг соответственно ободрение она выглядит намного лучше потому что дает ту же самую великую жестокость плюс он дает регенерацию стаминой а по 715 процентов плюс еще хилка хорошая запасная вещь незаменимая тоже очень хорошо также я использую вытягивающие удары стамина морфи естественно принципе ну понятно для чего неплохо нам стамину заливает хорошая вещь дальше у нас идет засада то есть прыжок за спину вылечивает урон от наших light heavy атак вешать малую уязвимость вот хорошая вещь мы с нее начинаем наш бурст далее у нас идет внезапная атака на сюрприз атака который также вводит противник из равновесия плюс хорошо бьет вот в паре с лайт атаками вещь незаменимая крутая является очень хорошим контролем далее у нас идет соответственно наш арбалет который довольно сильно бьет плюс мы заряжаем его соответственно с панели лука то есть здесь мы его прожали дальше пока на этой панели харассимся соперником скажем там метка там лайт атаки и так далее постоянно в тени пока мы все этим занимаемся у нас заряжается лук как только наш лук готов к активации соответственно можем переходить в наступление выглядит примерно следующим образом мы делаем засаду но на врага если вы хотите сразу дать ему контроль пытаетесь внезапная атака его дать попадение в бочину или спину оглушить цель дальше можно поражать соответственно шарбалет можно делать в другом порядке и так далее у нас также есть ульта который увеличивает наш урон и бьет сильно но как правило она нужна только на очень толстых соперниках по большей части остальные должны умирать скажем так тесты показывают что они умирают видеть такое начисто тяжеловато когда спасут там какие-то щиты да кувырки спасут вовремя и так далее ну или кучу брони соответственно вот у нас есть три инструмента для нападения довольно таки каждый из них неплохо бьет в каком порядке использую это уже в процессе от соперника подстраивать если реально каждый раз кувыркается после стана то нет смысла его станет до удара допустим той же арбалета можно сначала прыгнуть дать арбалет резко потом соответственно за станет там я может быть ульту продать зависимости от все от ситуации как это уже в практике будет работать мы будем с вами показывает рассказывать четверг вот тестировать смотреть вот так вроде бы все рассказал еду я использую обычную двухстатную где она у нас они данную часть пользу до 300 помидом если не ошибаюсь на меня и для собой нет принципе можно использовать двухстатную еду можно использовать трехстатную еду в 300 на данном случае нам не нужно мне закончились просто двухстатки это full стамина full мана потому что в принципе у нас хп будет чуть побольше да у нас местамина будет чуть побольше маны в принципе нам хватает то есть 23 600 это много в данном случае можем пожертвовать там 3000 маны то есть 20 должно хватить за глаза вот ульту также можно спекнуть как уже тоже предлагал тот же ванкир в магический маноморф принципе это скорее инструмент дожатия именно толстых врагов в сам бурст в ходе входит он довольно таки тяжело кучу времени занимает соответственно магический морф хорошо заходит против тяжелой брони нынче одно обновление это будет актуально плюс нам не нужен дополнительный стан он так или иначе будет нам мешать по большей части помогать вот примерно такая сборка у меня получилось по итогу поэтому в четверг кто хочет залетайте на стрим пообщаемся анонс я еще тоже сделаю отдельно вот будем все это проверять биться смотреть вот ну ладно желаю всем успехов а главное побед всем пока пока